Светлана – сварщик 4-го разряда, повелительница огня и металла, так называют ее коллеги. Однажды Светлана решила изменить свою жизнь и пришла в цех. Новую профессию постигала на практике на заводе и в теории в колледже. О своем решении, признается, не пожалела ни разу. Не жалеете, что ли? Нет, не жалею. Я пошла, грубо говоря, пошла по дедушке на стопах. У меня дедушка был, литейчик-вагранщик. Дедушка, к сожалению, не застал это во время металла. Наверное, бы гордился тем, что у него внучка, сварщик, тоже плавка металла. Он металл определял на глаз. Рабочее место Светланы, а также ее друг и помощник – вот этот сварочный аппарат. Баллон к нему весит 90 килограммов. Ставить его помогают коллеги-мужчины. У них сложнее работать. Естественно, я с женщинами не полезу на какие-то места, куда могут отправить мужчин. Я где-то подслушиваюсь, спрошу, где-то учусь еще у них. Вне зависимости от того, что я работаю 12 лет, все равно у мужчин учусь к чему-то еще. Прислушиваюсь к чему-то. Могу спросить, как лучше сделать. Когда уже конструкция собрана, итоговый результат, уже есть какая-то легкая гордость за то, что ты принимал участие в этом строительстве. Есть твоя рука. А это Светлана – машинист крана. С многотонной техникой она управляется ловко. Страха не испытывает совсем. Ведь стажировала ее в этом деле мама. Тоже крановщик с большим стажем. Она же и посоветовала получить эту профессию. Правда, тогда Светлана и не подозревала, что это станет делом ее жизни. Я сама с Комсомольска-на-Амуре сюда вообще приехала отдыхать. Приехала отдыхать и решила остаться возле моря. Начала искать работу и думала, у меня же есть, ну как бы могу машинистом пойти крана. Вот, и корочки пригодились, я сюда пришла. Но единственное, меня брать не хотели, потому что сюда мужчин набирали. Они говорят, нет, девушки, у нас уже есть, не будем брать. Вот, ну я уговорила, взяли. Дали испытательный срок, я прошла, и директор не пожалел. Когда я его встретила, он говорит, я рад, что ты здесь осталась, работаешь. С тех пор прошло уже 10 лет. Друзья и подруги, говорит Светлана, ее профессией гордятся. А вот новые знакомые, как правило, не верят. Вот пока вот не покажешь удостоверение, вот не верят. Где-то в компании новые знакомства. А ты где работаешь? Я говорю, ну в портоке, машинист крана. Очень смешно, наверное, в охране где-нибудь. Я говорю, нет, я машинист крана. Ну не верят, он говорит, ну как мужчины, говорит, а как вы, девочки, работаете? Я говорю, я не знаю, говорю, ну я привык. Не верят, не страшно, ты уже привыкаешь, ты без этого жить не можешь. Вот ты в отпуске, ты начинаешь скучать, все, тебе уже хочется на работу, бежишь с отпуска на работу быстрее. Объединяет двух героинь не только имя и неженская профессия. Недавно они обе стали героинями творческого проекта «Земля сильных», реализуемого в находке при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Герои проекта – простые люди разных профессий, которые любят свое дело, свой город и свою страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова